Оу, ес! Да, да, мочи его! Да бей эту суку! Давай, да, 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 давай, мочи! Да какого хрена ты делаешь, Витя? Завали его! Да хватит вставать, а! Да! Да как, да, да как ты делаешь это? На! Вот так вот. А в этой смотришь Перпетус Плей, меня зовут Саша, и играем в Мафию 2, это уже третья серия, и помни, что на этом канале важно, поставишь ты лайк или не поставишь, забудешь или не забудешь, важно напишешь комментарий или не напишешь, важно тем, что ты хочешь смотреть, потому что это для меня показатель твоего интереса, я уже давненько перестал об этом говорить, но это факт, и я придерживаюсь этого правила. Если тебе не интересно, для галочки я не делаю, потому что, ну, разные есть мнения, кто-то думает, что вот, набралось определенное количество просмотров, и он обязательно сделает продолжение. Хер там! Он не сделает, а вот набралось определенное количество лайков, сделает, потому что это показывает, что тебе интересно, а просмотр ничего не показывает. Мог зайти человек, просто вот мимо проходил, зашел, посмотрел, не понравилось, понравилось, неизвестно. Такая вот фигня. Сейчас же я хочу поговорить о том, нас, во-первых, разыскивают, а во-вторых, задание, задание. Вы набрали денег на оплату отцовского долга, отдайте их сестре. Меня вот немножко напрягает эта формулировка, просто потому что, ну, тут сюжет достаточно сильный, все в нем хорошо, но, задумайся, Витя, Вито, это не Джо, который на самом деле, ну, хоть и повзрослел, но он остался тем же гопником, честно. Вот тот же, сука, гопник, что был, то и есть. Витя, он более думающий чувак. И вот в чем проблема. Витя, как думающий чувак, должен был задуматься нахрен, а кому это долг? А что за долг? А что там отец? А как там? А что, куда? Что эта сестра вообще собирается делать? Ну, а что дальше будет? А вдруг это какие-то беспредельщики? А вдруг этим ничего не закончится? Но я к тому, что если он сейчас просто отдаст ей деньги и все, и типа дело с концом, ну, это просто цирк. Серьезно, для вот такой, такого уровня продуманности игры, сюжетной линии, это просто будет дикость для меня. Тут должно быть намного все жестче. В моем понимании, Витька должен, как минимум, был, не то, что там, я говорю, сразу устраивать беспредел, доставать Томми Ганн и расстреливать всех, кому он должен. Нет, естественно, это беспредел, такого быть не должно и все такое. Но он должен был хотя бы у того же Джо пробить. А что это за человечек? Кому он деньги должен? А? Кто это? Что это? Как это? Надо же понимать. Серьезно. Если не знает Джо, потому что Джо слишком мелкая сошка. Они что, сами валятся или об машину бьются? Если не знает Джо, то знает тот, которому в прошлой серии колено прострелили по, в общем, по канонам Скайрима. Ну, это факт. Нужно хотя бы, хотя бы инфу собрать. Если этого не будет, это, знаешь, для меня это просто слив, сюжетный слив. А где наш дом? О, вот это. Скорее. Это для меня, ну, такое впечатление, что сюжет писал семилетний ребенок, которому мама дала деньги на хлеб, он пошел купил хлеб. Все. Никаких влево, никаких вправо. А какой хлеб? А что? А куда? А зачем? Кто будет жрать? До лампочки. Просто, ну, слишком, слишком. Ну, сейчас посмотрим. Может, я хочу ошибаться, честно. Дзынь. Вито, привет. Как делать? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ты серьезно? Это здорово. Я хотела... Как ты меня обидел этим. Как ты меня обидел этим? У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Он бы не был так уверен, но все равно он даже сам не отдает его. Все в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно, поцелуй ее за меня, хорошо. Обязательно. Береги себя, Вито. Ну, цирк. Серьезно, ну цирк же. И это две штуки. Это, блин, две нахрен, мать его, штуки. Витя, что ты себе думаешь, а? Кстати, превью прошлой серии было не фотошопом. Это реально, у него проглючили глаза, они были белые. Если я не поленился, то здесь, скорее всего, вставил футажи того, как я там зашел в игру, чтобы сделать тот же самый картиночку, картиночку, обложечку для видео, и наткнулся на такую хрень. Но этот поступок, видите, это просто цирк чистой воды. Мама узнает все такое, но он даже не то, что... Ну, ладно, хорошо, он смирился. Окей, допустим, он где-то каким-то образом узнал. Ну, так пойди и сам отдай. Разберись. А вдруг там уже еще больше процента на каполе? Ну, твою мать, ну, Витя, блин, серьезно? Ты меня расстраиваешь. А сейчас поехать поспать или куда нам ехать? Домой. Ну, давай, домой так домой. Мы слишком сильно в розыске, поэтому надо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Патрульный засек, да? Да, он там был сбоку. Мы быстренько-быстренько-быстренько. Я даже машину ему... Ой. Или ладно, запаркуем. что ж ты делаешь там же столб непробиваемый все короче я ушел от погони так эта машина джо я мы сюда и паркуем кстати а вот мне интересно а моя машина есть у меня здесь гараже или мне надо ее как-то не есть форма и она даже не очень потерто это колымага почини починить просто натер хорошенько и все не надо менять все год полет пошли спать как всегда как это у тебя обычно бывает снимать розыск спать переодеваться вот это все эмоцион вечерний хотя дневной ну или не спать я за не спать а вот и телек работал так давай чтобы я не забыл хотя я не забуду он же голый вечно ну ладно гол вечно просыпается спается засыпает одеты и просыпается голый но такое дело джо вообще не спит вообще не приходится да не появляется сколько у него квартир у него тройная жизнь или что бы сделали как-то типа поесть там зайти в холодильник там чтобы вот это вот глава следующий началась 6 и правда он хорошо проведенное время маленькой италии 26 февраля 45-го года ведь я смотрю ты решил сменить форму одежду без меня молодец садил провел кто-то за нами уже следит до fbi витэскалет вызывайте малдера что он я так и знал арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин пройдемте с нами вот такая подстала заправщиков меня опознали по описанию нашли маму и заставили рассказать где живут вас но на кого я работал они не знали а я не стал рассказывать что теперь будет несколько лет отсидки но это интересный поворот сюжета генри нашел мне адвоката на деньги клименты я был по уши в дерьме но хоть было чем его хлебать было куда хуже если бы федералы знали о других моих художествах но хищение стратегически важных ресурсов военное время по попе ему кавалер государственных наград адвокат был хорош но даже он меня не вытащил дело было гиблое три месяца спустя огласили приговор и торио антонио скалетта за преступление против города и нашей великой страны расстрелять вы приговариваетесь к десяти годам лишение свободы неужели десяточку отмотает прямо от звоночка до звоночка зима уже прошла и слава богу она была красивая но убийственная до ну что витя станет вором в законе и организует бунт до всех убьют а он будет править балом федеральная тюрьма воры убийцы педофилы все они здесь худшие из худших так строй джентльмены марш за мной по одному и не валяйте дурака мне понравилось что не было супергеройство почему от первого лица уже ни хера себе хорошо супергеройство при аресте что вот он взял и сбежал потому что такой крутой мафиозник нагнул систему убил 18 федералов вообще все сделал просто как как будто бы так и надо у ребят а вы кажется тройняшки дай там а тут четверняшки вообще о да ну это это конечно да это конечно важен я простите я не могу элвиса бьют тебе нравится придурок быстро стал и вернулся слава богу хоть джинсы в сапоги не заправил на том спасибо двигай а ведь это осталось просто тогда за компанию по-моему это терминатор то 1000 был направо взгляд именно такой на другое право как может быть другое да вы попали сюда потому что не умеете жить как нормальные люди на свободе запомните уроды я ваш хозяин делайте что я сказал или очень пожалеете я вам так начину до небес орать будете обязательно было эти усы и будьте уверены мы вас перевоспитать да нет судя по всему только хуже будет построили шеренгу и за мной а быдло не умеет строить шеренгу или сейчас они научат нормально да я не против нормальная прическа у меня там нечего стричь рот закрой лысый да а это же мой любимый начальник эй мешок дерьма делай что сказано идите по коридору и делайте все что скажут охрана охрана встает охрана или по попе я татай в угол поставят на гречку а нет вот мой любимый охранник кто такое тяжелая твоя судьба руки тянутся сами мясо да в смысле а я думал мы будем вместе с насильником каким-то там а у меня получается отдельная койка чё это такое вообще ложитесь спать на койку в камере знаешь а вот я теперь уже немножко у меня такой вот как будто бы как они быстро все затихли у меня немножко уже нехорошая предчувствие потому что прошлый раз когда лег спать в тюрьму попал тут можно лечь спать и вообще проснуться на электрическом стуле если проснуться вообще а то могут и не разбудить по такому-то случаю ну а чё ведь это ты так лег спать и да вот он мой дом на следующие 10 лет выглядел он паскудно и пахнет лучше кланяться пулям в европе это круче наслужил сперва наслужил потом навырвал три дня спустя три дня я одухотворенно пялился в стену а потом получил весточку от джо оказывается тут есть некий лео галанта который вроде бы может помочь это было не то место где можно выжить самостоятельно так их кому из вас морду набить чтобы узнать где а это явно замышляет то бек из-за и шушенка да я хочу третьего 3 чтобы мне своим голосом сказал приятель отвали а ну-ка простите где мне найти лео галанта мне нечего тебя сказать ты неправильно ты что реплику забыл что-то свою а ну-ка мне бы поговорить с лео галанты и покажешь где он день придурок вот вы блин да не какой-то он стрёмный да ну нахер спасибо это было типа он оценивал сдавайся сдавайся а этот кажется уже сдался ребят а ваш брат упал серьезно он ваш брат близнец но это конечно цирк добавить настолько столько много одинаковых моделях персонажей нам просто я тебя знаю вы бы еще прям в ротом у камера засунули ты за решеткой потому что у тебя мозгов нет давайте мордобой вообще тут в пиджаке тебя сюда ублюдок чтобы я тебе атри старча это любопытно морду бить большой пари да большое пари да порой дни получается а порой чё-то джо нелюбитель уклониться видимо всегда да вот он время от времени уклонист не по призванию хочу ему по башне и далее класс этот морду набил еще по затылку да да вообще офигительно вдруг помог теперь а басы его басы блин закрывай мать я говорил спать ложится опасно прикончил но я заявила себе что ты заявила себе здесь это стоит куда больше чем кажется на первый взгляд где можно ловить морду и разбить башку блин два дня спустя чувствую себя отменно как долго вы будете его там держать пока они сделают выводы нет это мы изменим он может драться да вроде ребята особо не усердствовали должен быть форме ладно открывайте а старичок тут явно не так просто проснись и поиска лето к тебе посетите еще неделькой был бы скелета меня зовут лео галанта ты хотел со мной поговорить было дело до один из ребят климента сказал найти вас сказал вам не поможете к черту клименты я не собираюсь защищать его людей но я видел как ты уделал этого у него ты неплохо за тебя со зрением стричу пошли со мной видимо парни внимание это виду он будет нам помогать у пеппе намечается важный бой ценилом ему нужен с парень партнер судя по тому что я видел во дворе ты подойдешь ты поможешь нам парень а мы тебя будем защищать и кто знает может ты чему-то научишься в процессе быть грушей для битья правильно я не помню чтобы спрашивал ладно ребята поехали ладно ребят поехали так поехали или морду бить ну поехали ладно сегодня будем работать над контрударами вита попробую ударить пеппе сверни ему могучую челюсть пеппе уходи от удара как я показывал а потом выбери момент и сам нанеси удар давайте парни начинаем кстати ниже стал не задирай свою будку черт тебе дери да держишь 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 ногами работы ногами подожди подожди давай помните без защиты не выиграть парни каждый пропущенный удар может стать последним ухты только посмотрите у нас тут спарринг или тренировка планы изменились здоровяк малыш с огоньком что теперь оба отрабатывайте контрудары это хороший прием в арсенале да неплохой вообще не поймут что случилось вот например пеппе хоть он и немногие старик давай с тобой да твою да чтоб понятно это больно вот ты сукин сына еще два раза может хватит а еще раз да еще раз отхватить или дать по зубам ему а сука как ты это делаешь сейчас и я научусь почему он так отлетает а ведь они отлетают слишком хорошо стоит на ногах надо отлетать да пошел в жопу старый да еще по морде блин не хоть дай насколько ты близок элемент и вито это твой ночной горшок я надеюсь если честно никогда его не видел всегда работал с генри томасина и лукой гурина надо же этот глист гурина еще дышит как ты с ними связан на них работали лука сказал что возьмет нас в семью за пять тысяч что вот же сука альберта был подонком подонком остался так это как бы больше чем обычно на пять тысяч больше семью берут не за деньги вито а за то что ты надежен хороший добытчик и вообще не лошара да ясно в любом случае новости интересные когда это выплывет альберта и луки придется давать объяснение кому боже не забивай голову об этом другой раз в общем там он познакомился с какими-то разводчиками мелкими а тут реальные ровные пацаны f это значит фигуристка внутри отлично ты выдал этому у него следующий раз сделай одолжение сверни ну это если дадут куда старик галанты столько знает а бокс сейчас по нему не скажешь но когда-то он был чемпионом настоящий чемпионом да ладно я слышу вам сейчас так что и как дела я вида ясно не хотите поговорить так и не хотите тоже ну так все подержи смотри куда прешь гуайло может если ты разул глаза ты видел как я тут иду придурок галанты подлый белый и вам тоже здрасте мистер ву подлый ты поставил на своего и он продул такие уж порядки в нашей стране тогда ву хочет реванш я могу это устроить ты готов вита китаец да выдайте ему стремянку и вперед ладно будет тебе реванш и чтобы в этот раз без этих ваших штучек тут у азиатов такой мертвецкий шустрый мелкий цвет лица начали не старайся его свалить и попадешь ладно что мне тогда делать и быстро измотать его когда он и слабеет и уже не смогут уворачиваться тогда добивай иди и покажи ему что ты умеешь в общем я понял порхать как бабочка и отхватывать как пчела непонятно о это правильно сейчас тебе будет ломать ты тоже босиком не только самые ровные пацаны босиком да да я же держал этот пробел так саны тихо тихо ведь тихо все в порядке все в порядке давай 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 его измотать не получится это факт давай 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 а тут шнурок висит на котором повесят видео если он проиграет да ты да да мочи его добей эту суга давай да 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 давай мочить до какого хрена ты делаешь витя завали его да хватит вставать а да да как друг 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 ты делаешь это на вот это виде разошелся неделю спустя и такая морда показывать в миссину просто в говнище у витька нет через калета опоздаешь на работу работа это похлебление получать до платят тумаками начальник куда ты меня ведешь а я ни на какую работу не устраивался я просто лег спать и и понеслась чувствую щас что-то будет эй слушаю вида выходной спасибо мистеру галанты я буду раскатывай скалета ладно пошли виту по морде получать да хорошо следуйте за человеком галанты это вроде увидишь а сейчас так на тренируемся что махач всегда будет до смерти или как доброе утро доброе утро мистер галанты не тренируемся нет нет нам бросили вызов черномазы но я не хочу рисковать пепе перед большим матчем сонилом так что я хочу поручить это тебе практика не повредит слушаешь заходите в прочную и приготовьтесь получать поможем жаль здесь нету и зеркало потому что явно ты сейчас будешь выглядеть иначе утек еда парень с которым чуть запасом здоров как бык но туповат сердцем дерется не головой веди его из себя а надо головой не подведи меня а драться головой это отхватывать да жаль его жизни нету здесь сука понял да чё там показывать козлам главное чтобы козлы сами не показали пам-пам-пам-пам молодец да как тих 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 молодец у меня уже потемнело в глазах на ветер ты посмотри это он сердцем дерется что-то витя разошелся прям я даже не понял что он сделал с ним молодец малыш молодец твоя доля вида ты заработал шухер синий идет что за шум мать вашу это что групповуха ладно выходи скалета тебе пришли всегда приходят только за витей эй скалета чего застрял ничего не застрял это мама да поплакать пришла а сестра привет привет фране как дела у меня хорошо очень хорошо а у меня-то как и что нового я должна тебе кое-что сказать мама народа я выхожу замуж на слоте вас донна здорово то есть но лучше бы он сначала у меня твои руки попросил ну чё ты ему потом можно без тюрьме посмотри на себя как ты дошел до такого судья мне уже прочитал мара трудная тяжелая работа давай давай не будем ли то я на самом деле из-за мамы что с ней она больна это уже несколько недель болеет и лучше не становится так фране иди джо у него остались мои деньги найди самого лучшего врача там чем же возьми подарок на штукарь был нет нет серьезно мне они не скоро понадобятся похоже мне пора ты это береги маму скажи я люблю ее что же мне яйца выкручиваете этими сюжетными твистами а неделю спустя сначала долг там маме плохо я говорю правильно идем я посмотрю как ты их можешь а они ты приглашаешь меня на сайт чтобы те мыть было чего окей сделаем а что это у него там такое книжка резь два три четыре о чем там все помогает третьей рукой что зачем тогда плакат пошли скалет дойдем идем у меня работы нет я не знаю вы мне что-то придумали вообще сортиры мыть я опять кому-то морду бить надо будет да это похоже на какой-то наркотический трип просто лег поспать и все и понесла крышу сорвала вообще потом просыпается в холодном поту а за стенкой джо со своим лифчиком балуется и у нас новая уборщица да за мной хорошо можно можно бить мыть это лучше чтоб сверкала а у тебя всегда под рукой ты как быстро справляешься и ржавчину ржав то сейчас от отрет да уже я конечно понимаю что это ульки но блин за соли они конечно солидно и прям до самого верху суд еще что ли на это типа два самых ходовых писсуара да в крайне левые крайне право но башкой и об это самое об краник а это чего грязный мой еще раз а где же зубная щетка и вот это все или это зубная щетка кого-то очень-очень большие зубы какая прелесть ну чё тебе нравится да я так понимаю он блин просто в восторге а может быть даже у него уже встал все иди пас еще раз или посреднивая не знаю на что тебя хватит вот это у кого-то прорвало запор раздеваясь и мой свое величество а было бы подлее если бы он сначала сказал он помойся а потом подрать сортиры чего застряли а шевелите булками я так рад что они моются в трусах конечно у нас тут гельце небольшое ну ты понял сходи покури что-то понятно 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 но что толстучок будем тебе морду бить до какие шрамы красавчик где ты получил прости сладкий ты очень ошибся дыркой можно по хорошему или по плохому давай по плохому сначала есть идея получше долби своих петухов и вообще шел бы ты ясно значит по плохому да а чё за один на один а где твои вот эти вот мужики вечно вы меня на этом ловите козла уж а этот парень то вроде как типа не форме но очень даже может навалить да еще раз их наде сюда бледненький иди сюда сука ну завалю щас завалю щас завалю блин следующий в смысле не хватит как это так теперь дела делаются ясно а куда 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 тот пошел то мама завалить свою витя встал витя встал витя встал все хорошо так давай я понял ты куда круче ты прям продвинутый уровень насильника воус смотри какой продвинутый а про хаваный на все сто вот на тебя и поймали а сучонок нет мне так нет как тебе понравилось а еще раз на но вот так ему но это блин ну ты чё начальник давай а еще почте пришло почитай вроде важная мать умерла я те дни нет 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 мама умерла пока франческа меня навещала и вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны 1000 баксов сбережениями не назвать но все так долго я уже отросли тебя видеть волосы шли со мной какой год вообще какой день я просто как я в какой-то прям петле времени видеть сынок что стряслось ирландцы решили играть грязно вчера парочка из них подкараулила пепе нихрена себе парочка ладно ладно но им это с рук не сойдет что делать будем это уже все продумал я тут кое с кем перетер короче унил сейчас один спортзале охрана вернется не скоро просто отдела его как следует сломай пару костей как они мне сломали окей ясно все сделаем все сделаем ясно ладна пошли ваш номер у тебя 13 понимаешь я тут подожду если охрана вернется я дам знать ладно да я понял сразу в карцер я все понял а мы снова отправляемся в карцер спать биться карцер спать биться карца потом карцер 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 убиться карцер карцер у меня тебя стрелять электрический стулья и нужен вот это мне и нужен дайду да как да я же ладно а я смотрю они не зря ненавидели ты этих ирландцев а тут тебя охрана и спать а я понял давай слезняк еще раз я только после сильного можно пробить да я тебя прикончу понял еще сильнее я понял ты любишь боль не так-то прост этот унил хорошо тебя прилетела а я ждать не буду а я ждать не буду на яс а теперь короночку и уже чего ты сделал из дерьма постарайся я понял раунд 2 этот парень закаленный в боях тихо есть на на еще разок давай еще мне понравилось оу да есть отлично и что держись ветер держись а то глаза лишиться это такое себе молодец давай еще раз года грязно так грязно а понятно в общем карцер навсегда я понял ведь ты ты прям к полу мерам не привык если уже сидеть в карцере то нахер полностью окей хорошо хорошо проведенное время работа да лео устроил так что меня перевели к нему в камеру ни хера себе не у камера обставлю с каждой минутой жизнь налаживалась на вито что ты будешь делать когда выберешься из этой дыры я не знаю стану дворником одно скажу точно не буду работать на климента да уж лучше тебе забыть про этого старого ублюдка поверь мне альберта большая паскуда и того адвоката он нанял только за тем чтобы ты его не слил но не бойся он свое получит брать в семью за деньги как тебе предложили это не по праву да это не по-пацански ему придется дать объяснение кому я думал клименты босс видимо ты вообще не представляешь как все устроено видишь ли в эмпайр бэй не одна семья их три каждая контролирует свою территорию существует система правил если возникают разногласия то боссы всех семей встречаются чтобы разобраться это комиссия круто мне что делать у меня тоже проблема нет 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 психологу сходи ты молод умен и доказал что умеешь молчать такие парни всем нужны ни одному клименты да но я даже не знаю кто есть кроме него кроме клименты есть еще два босса один карло фальконе 2 фрэнк винчи то можно быть выбрать что карло молод и чистолюбив псих он двинутый а джо будет во вражеском о пг а вот дон винчи человек честь донна винчи уважает старые законы вы их знаете их можно и так сказать я канцелярия фрэнка винчи а ты думал любой старичок все это может да кстати вито я выйду через портанула и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор почему тебе здесь не нравится иди попробуй какие у них отношения с пепет а немного изменить приговор накинуть еще пятерочку да чтобы прям заматерил так заматерил у да чё я и я не успел прочесть глава 7 памяти франческо потенца эмпайр бэй 10 апреля 1951 год шестерку отхерачил антони собрал он устроил так что я вышел на свободу пораньше почти что лучше на войне оставался же навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли но выйдя из ворот я оказался просто в новом мире да понятно а ласточка то моя в гараже стоит у джо или он я пропил хотя там уже уже у джо наверное целый автопарк идите к джо знаешь что вот друг он конечно друг и делал хорошие вещи ну по-дружески но блин ни разу не навестил мадам а поговорить со мной поговори со мной о одри хэбберн ладно но это такое себя каждой юбка клеится что это за херня очень такая и дрите я даже не хочется знать что это такое джо ты че живешь там же нет не похоже хотя дом нет там же что у паньки это чё это фбр-овцы дежурить или охрана а давай почисти меня тапки это по идее тот же самый дом ничего не изменилось это подруга джо это мое личное пространство ничего не изменилось ничего но там букет наверно обширный стал витта ты из тюрьмы сбежал это черт как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой добро пожаловать домой заходи заходи а кто уже не затрахался витя сидеть за него сил да уж я думаю конечно но я для тебя замутил такую славную квартирку как ты хотел а еще у меня сюрприз мы празднуем твое возвращение я тебя кое-кому представлю хороший план пока не обустроишься тебе понадобится деньжата и ствол у меня для тебя припасен лишним не бывает вот так какие планы свободный человек а ты как думал хочу снова работать с тобой хорошо я уж боялся что тебя там исправят вообще-то многих узнал и многому научился там за решеткой теперь гораздо лучше понимаю что к чему отлично я тут как ты понимаешь тоже штанов не протирал а ты не бойся я тебе все покажу как всегда ладно так чего мы ждем пошли боже я не думал что ты будешь так бить копытом ну ладно чёрт с тобой пошли квартирку посмотрим а чё ты думал еще сколько можно сейчас сидеть возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку ты за рулем вспоминай привыкай надеюсь за решеткой ты водить не разучился эй чего ты дергаешься это же как на велике ну знаешь если велик раздолбаешь тебе не платить целую гору за ремонт ладно ладно я понял ворчишь как бабка да очень на это надеюсь если ты еще не заметил машина теперь совсем другие увидишь твоя квартира дальше по улице прямо возле променада тебе понравится а то есть ты со мной не пойдешь да ну ладно или пойдет странный ты какой-то стал вот зимой я закрывал окна сейчас открываю чувак ты какой-то стрёмный здесь че здесь стрется билли браун эй смотри где стоишь смотри где стоишь хорошо тебя хоть не проглючила так ну давай посмотрим чё у нас там вот рот оу потомак элизиум воу я даже не знаю но наверное потомак да взять чё какие плавники а здорово что ты вернулся я неплохо справлялся как 40 я думал 60 будет но теперь нам сам чёрт не прав генри давно видел нет пару лет как не встречал он ведь переживал из-за тебя как твои успехи когда ты меня навещал это ж не разговоры были но после того как климент и этот паршивец лука пытались нас кинуть я сошелся с семьей фалькона и теперь наоборот правда а вечером увидишь я же сказал да всё можешь не спрашивать всё равно не расскажу о боже не бойся я об этом несколько недель думал вот этого я и боюсь нахера себе одного только переехал и там уже везде стреляют по мне и это даже не менты это по моему тупо все бандюганы а чё это такое сложилось там а так а давай все таки я крючок сделаю да чувствую на все деньги надо перекрасить потому что может быть хоть отстанут быстрее а так по мне все будут стрелять просто тупо все и или это что такое это законники я не понял юмора но столько изменилось ну ладно сейчас перекрасим тачку и все должно стать нормально это походу там задавил не того кого надо сначала надо сбросить хвост нельзя на хвосте висе сейчас сбросим хвост так 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 слушай зимой ты как-то спокойнее было эти все мафиозники дома сидели по домам типа да ладно 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 хорошо не ну честно говоря я не ожидал такого да все а неожиданный поворот но окей ладно джо теперь кстати живет в красном доме надо запомнить точнее в доме с красной вывеской пошли джо пошел ну время не ждет ты за рулем вспоминай и привыкай надеюсь за решеткой ты водить не разучился эй чего ты дергаешься ну как тебе сказали ну знаешь если велик раздолбаешь тебе не платить целую гору за ремонт ладно ладно я понял ворчишь как бабка да так где этот потамок моя квартирка дальше по улице прямо возле променада тебе понравится угу здорово что ты вернулся я неплохо справлялся пока тебя не было но теперь нам сам черт не прав да пару лет как не встречал он ведь переживал из-за тебя как твои успехи когда ты меня навещал это ж не разговоры были ну после того как климент и этот паршивец лука пытались нас кинуть я сошел со семьей фалькона и теперь работаю на них правда а вечером увидишь я же сказал у меня для тебя сюрприз можешь не спрашивать все равно не раскалюсь о боже ну она конечно красивая я просто тупец вот этого я и боюсь но навстречку уезжать не стоит зимой было проще было четко видно где колья ты что красный свет не видел не я даже не смотрел я же мафиозник мамкин ты че забыл а мама умерла все теперь все какие-либо моральные принципы вообще спали как будто и не было никогда отлично мы почти приехали тихо 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 иди верхний этаж я тебе уже оплатил первый месяц и кстати вход в твой гараж там в переулке спасибо джо большое спасибо да и насчет сегодня пойдем в серьезное место так что купи костюм туда не пустят в виде я сегодня вышел классное место на 200 баксов я смогу купить нормальный костюм а где тут вход вообще уже тебя в мою квартиру не пускают да ты слишком много проституток перетрахал ну да я бы тоже опасался где она ну вот она уверен вам понравится что экскурсию устроишь видите даже телефон есть отличное бесплатное дополнение это она какая-то стремная а это ванная чистая и современная горячая вода круглые будки а прослушку прослушку уже установили а че тут делает какой-то кошачий корм а это хозяйская кровать а сам хозяин то где даже на троих и она не скрипит это безусловный плюс да ну нахер эти подушки это просто блин гемор есть вопросы задавайте не стесняйтесь есть вопросы когда вы уходите а теперь с вашего разрешения я поеду к следующему клиенту до свидания а пока а пока понятно клетки золотой бесяца девушка этого месяца сука ну двери закрывать надо а ты что думал я за тобой не прослежу все понятно контузил его так шляп 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 ну ванная у нас уже есть это уже хорошо это уже хорошо ванной комнате ванная это так купи костюм а чему не понравился мой костюм вот этот вот нормальный постедневный костюм надеть во башка до сих пор и не вмещается в шляпу ладно так поедим что-нибудь может быть стив свифт кола давай колбу бахнем вкус детства и это завдв а бабушку разбей бутылку а не ну ладно типа спать да нет да хорошо так а что тут у нас изменилось магазин одежды самое удивительное что его семья ну теперь его сестра знать о нем не хочет и не дает ему даже свой адрес потом мы не знаем где нужно мы не знаем мы не знаем этого ну ладно обидно конечно а можно радио включить все пускай а подожди ну как же ну как же это телик не работает ладно пускай соседушки наслаждаются а что это у нас такое здесь какой-то гардероб ну типа его нельзя открыть открой пожалуйста что то я смотрю тебя клиенты не любят да а а это урна с прахом архитектора этого здания че еще одна о окей кстати после них сохраняет надо брать а кто это сейф выставил из дома ну , да вечереет так , ну давай поедем еще на какой то тачке эээ расслабься ну давай белая конечно Кошмар. Ну, красивая. И по встречке прёт, как родная. Ну, твою мать, а. Нет, всё-таки надо будет заехать. Хотя, может быть, если мы быстро скроемся, то, может быть, не надо никуда заезжать. Сейчас посмотрим. Сука, преследует, хорошо. Ладно, нахер. Преследую гонщика. Вас понял. Давай-ка я сверну сюда. Но они там близко. Так, 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 он меня сейчас потеряет. Чувствую, это будет моя нелюбимая ласточка, да? Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Всё-всё-всё нормально. Нелюбимая, потому что денег на её ремонт у меня нет. Да? Вот такое. Или же деньги на костюм уйдут на неё, да? Да сколько я её угробил? Да, она была прикольная, но она пополнит наш автопарк разбитых машин, наверное, да? Ладно, идём, идём, Джо. Идём к Джо. Он всё-таки живёт там же. Почему? Непонятно, если честно. Вечно какой-то на первом этаже какой-то вот... А, теперь же не только на первом. В общем, Джо как-то нехорошо устроился. О-о-о. О, господи, я уж думал, ты не придёшь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Шесть лет выдержки. Что устроили на вечер? Всё узнаешь? А-а-а, да. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Я прохлаждался. Иди к себе прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Э-э, Джо, а вот и... Эй, Эдди, как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита. Мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Галстук с яйцами. Это мощно. Привет, Вита. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузил. Ой, да, я так хочу за руль. Ружать, ты скажу, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ха-ха-ха. Ну и... Мужики, давайте быстрее. Да уж, надеюсь. Если только он... Не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Ха-ха, не бойся, все увидишь. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Он уже дотерпел. Расскажем в машине. Ладно. Сейчас я вас так повезу. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди Койстер Бэй. Ну? Давай рассказывай. Ладно. Так что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решетками? Свободы. Понятно, а кроме того... Знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Вы теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет. Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Да ты что-то не возбудился. Давай. Не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Да я только что человека переехал наглухо. И протащил еще, по-моему, труп. Ну, машина-то не моя. А, машина-то не моя! Все нормально. Я какой-то еще ограничитель скорости вставил, да? Машина же вообще не моя. Ну что, гони давай, а? Даю, даю. А чья из вас тачка? Вот этого Бухова, да? ТТП, водитель хочет скрыться. Не хочет. Не хочет скрыться. Не хочет скрыться. Не хочет. Водитель ничего не хочет. Понял. Описание рот в рот. Все. Ясно. Ясно, все ясно, все. Сука. Ладно, ну мы же мафиозники, да? Садись, Джо, быстрее. Опа! Опа! Надо будет ограбить что-нибудь, да? На не моей-то машине. Можно же. Сука, какая медленная. А я сейчас... У меня в голове это выглядело все... Немножко иначе. Я думал, сейчас быстренько все сделаю, и все будет хорошо. Так вот. Оп-оп! И все. Это тоже потамак? Вообще не выглядит так. Джо, куда ты там присел, а? Ну вот видишь. Да все. Садись. Да, поехали. Поехали. Ты аккуратнее. Аккуратнее с этим. Да все, мы отрываемся уже. Все нормально. Или нет. На таран! Ну выживи после этого. Сука, она сейчас не будет ехать. Я чувствую, зря я это затеял, но ладно. На лучше все! Да. Хоть машина и не моя, и все такое, но вот это вот всегда будет заканчиваться так, да? Это сто процентов. Закономерно. Ты серьезно? Я Ясно, ясно. А ведь она у нас сохраняла там. Уже у нас дома. Вот это, честно говоря, обидно. Но почему? ай-яй-яй ладно да все за решеткой ты водить не разучился и понимаешь как на велике узнаешь если дело не в том что разучился дело в том что понял а кстати возьмем его в тачку квартирка дальше по улице прямо возле променада тебе понравится на что-то он делает белые такая красная просто кошмар я неплохо справлялся пока тебя не было не разучился но честно говоря генри давно видел надо попроще быть все-таки переживал из-за тебя как твои успехи когда ты меня навещал это же не разговоры были но после того как климент и этот паршивец лука пытались нас кинуть но естественно с семьей фалькона и теперь работаю на них правда вечером увидишь рассказал у меня для тебя сюрприз можешь не спрашивать все равно не расскажу не бойся я об этом я просто не понимаю вот этого я и боюсь он думает что витя настолько деградант что не может какой-то женщины познакомиться или что ли дал конечно отсидел но у него лишь тогда мозгов было больше чем у джой что сейчас да сам знаю ладно хотя этот бледно-красный мне не очень нравится лучше был бы ярко-красный какой-то свет отлично мы почти приехали тормозит пойди погляди верхний этаж я тебе уже оплатил первый месяц и кстати вход в твой гараж там переулки спасибо большое спасибо да и насчет сегодня пойдем серьезное место так что купи костюм да не пусть перепутал переулки классное место я сегодня в бейшару ясно 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 значит так 34 все давай ты все показал ты молодец я мне надо переодеться еще не но и бухти бухти а я пока возьму напиток и с детства если что он банку кетчу порубанул только что это ж песец не песец но это песец все иди иди пожалуйста и надеюсь вам понравилась ваша квартира сэр есть вопросы задавайте не стесняйтесь нет вопросов вали когда вы уходите а теперь с вашего разрешения я поеду к следующему клиенту видите не хочет переодеваться при посторонних мужиках видимо в тюрьме тюрьма сказалось повседневный костюм все напялили и поехали может быть и костюм несчастливая блин нет не могу не могу не могу не могу не могу не могу все вот теперь могу или не поклонился праху этого архитектора может что-то в этом дело собака лайла до на дядю фраера так я все понял я все понял есть только одна машина которую я реально люблю и берегу и которая именно благодаря этому помогает мне выполнять задание все остальные я убиваю нахер сразу нет нет видимо и с ней и все не гладко ладно джо мы отремонтируем все будет нормально да окей везде тут даймонды блин ну чё я могу время от времени и по встречечке нормально все все будет было бы глупо ударить час его да слегка задеть скажем так назовем так нихера себе он крепкий ну ладно я ждал что мы будем ремонтировать это было необязательно так почини ее пожалуйста вот зачем он мне деньги дал да а может быть это понадобится для того чтобы вырваться вырваться из этой петли времени я не знаю есть вот здесь какие-то такие задания на которых я застреваю по просто каким-то необъяснимым причинам нахер давай барбара пошли да я так хочу за руль ну джо ты сказал ему куда мы едем нет сказал только что сюрприз ха 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 но ему понравится да уж надеюсь если только он не испортился в тюряге эй о чем вы тут болтаете а я уже уехал ребят я уже уехал можно ему уже и сейчас сказать ладно бита поехали знаете было бы здорово если бы вы сказали куда веди кое-как тарантас конечно да он хоть и чужой но лихачить на нем не стоит так что видно чего тебе больше всего не хватало за решетку свободы понятно кроме того вождение девочек бейсбола до всего уже теплее что на бейсбольный матч меня везете нет это мы везем тебя в лучший бордель в городе борделя ух ты вид да ты что-то не возбудился давай не говори мне что после всего этого не хочешь оторваться а вот эту машинку я надеюсь когда-нибудь поводить если ты забыл что куда они тебе мигом все пост ульем на славу вы это не давайте мне много пить кое-что еще капец она долго разгоняется что может быть важнее кисок и выпивки ты знаешь вот бывает иногда надо делать то что надо витам ну что гони давай а да я уже гнал я уже задолбался гнать давайте нормально тихо мирно доедем хотя бы раз а то что-то какая-то заколдованная седьмая глава и не доехал жить чуть-чуть фигню буквально в общем это тебе и мораль не ходи по таким местам плохо закончишь вислео галанта вито он рассказал мне что климента пытался вас кинуть во и сказал что ты парень надёжный что-то мне старушку подсунули и она не седая между нами почему ты вообще этим занялся понятно у каждого свои причины но ну потому что понимаешь я не хотел пойти по отцовской дорожке и я просто понял что никто мне не поможет он немножко там горло перерезал себе когда брелся хорошо понятно все детка кэш так виду слушай я работаю на карла фалькона и мы собираемся расширяться джо уже некоторое время на нас работает и раз ты его друг мы тебе хотим сделать предложение я думал джо к той семье примкнёт ну я заинтересован странно окей выпьем за это думал мы с ним будем за вас ребята и за общее светлое будущее стреляться мне сегодня много пить нельзя у меня есть одно дело да это всё равно какая-то моча я узнаю это было или это не он он умный он шарит в этой ну этой астрологии может астрономии иди ты звезда с ушами ты что других слов не знаешь извините дамы но мне пора бросай свою старушку Витя а то там начинается беспредел занять Витя поехали эй джо подъём это джо поёт да а про зайцев будет и он что то украл да я домой спокойной ночи шлюхи да ребята это моя машина ее сперли эй зовите копов вашу мать садись давай мать твою садись да ну да ладно � ild памолет она у нас из всехissance трезвые следующий раз больше кислок меньше они сяну нахрен или нет а я уже думал придется сейчас выходить и как то их мотивировать это понравилось ты видам да чем с сосиской в душу развлекаться а ты обоссался что я в своей машине никогда не обстираюсь туда и я удюхал наверно фрэнки панс он блеванул в твоей машине немножко немножко дорога за залита дождем таком состоянии они могут и не того закопать надо просто его туда сбросить и закопать ладно и где это я надо проехать лесу до полянки яма там давай побыстрее тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих это чертова бой да все поперли ментов нет вроде бы вот это вы ребята жесткий ладно хрен с ним о гидрант какой мощный то было да нормально блю и внутрь так когда живут лес уже выйдем вообще да вот так вот да нормально никто не видел ничего не было а зато мостка да да Продолжение следует... 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 то есть на этом плевать а типа ночь а все равно никто не заметит не видно понимаю не лучшее завершение банкета а правда я у тебя в большом завтра посидим поболтаем пошли выпьем 3 часа ночи заткнись а я смотрю у нас последний долг у нас прям проблемы с этой шляпой надо срочно снимать слава богу это уже новая глава неугомонные оптаун 11 апреля 51 года что-то у него такого хрена прости джои и хватит называть мяджой крыша поехала спускайся господи боже а чё там было такое только что на этом на окне и чувствуешь себя человеком так где моя армейская куртка блин это чуть новенькая красная сутенерская куртка ладно окей я согласен хорошо бутылочку на дорожку а то без без этого ничего не будет тем более кто-то постоянно пополняет наши запасы чё там сус машинка зус выпивка сус ну в принципе ему идет хотя он похож на третьего из модерн токинг ладно 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 так где моя тач а ну да да мы тут на все прождец хрен голосок у парня блин прям дятел вуди помнишь пацаненка жил напротив моего ну не надо было грузовик забрать так он меня подбросил а что за грузовик он нам денежку принесет прыгай по дороге объясню садись за руль куда реверсайд ладно едем бриверсайд на сайт ладно я хотел на чем-то поездить таком но я думал немножко даром шагать это и все еще злишься нет ну что ты подумаешь труп закопали прям мечтал выйду и и за это спасибо но за то чтобы я прям мастер по части создать аварийную ситуацию на дороге слушай сегодня все будет куда лучше обещаю очень на это надеюсь у нее обзор большой но разгоняется вообще отвратительно куда вот вот это да вот это да в парке я еще не ездил девчонка а можно заменить на вот этот вот молковоз видимо нет интересно такие движки он тоже чинит какая-то шляпа до сих пор какой-то мелочи раз решетку пик лиза такое вот раз плюнуть и волнуйся я уже этим занимался давай время сайт ну как скажешь поверь ты мне спасибо скажешь я какой-то прям миллиметровщик да ладно ладно но на самом деле действительно выглядит все так как будто за это надо будет еще отсидеть нахер почему же всех ты никогда не умираешь но опять-таки почему такая мелкая херня 6 лет джо был на свободе и чё они все маньяки они не представляют еще своей езды без такой жести интересно а как она выглядит спереди хрен его знает как она выглядит спереди давай ну лучше вот так проще будет здесь как минимум тут в принципе и ограничитель вырубать не надо или вообще вот так это жесть ой это хрень как разгонится так и вообще несет за страшной силой блин ладно мы вот здесь срезал срезал типа ладно 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 сейчас мы вернемся да все а у него диск отпал он даже этого не заметил точнее диск колпак всего лишь но все-таки что теперь теперь разбираемся с клиентами эти парни покупают у нас груз пошли со мной давай лезь наверх и подавай товар вы затрахали серьезно там коробки тут коробки это подай блок красный супер еще и не оптом а по пачке серьезно два баксы джо у тебя вообще мозги есть на хрен и это один блок синих да вот его папа карла ты даже чуть забыл всегда пожалуйста помогут закончился несколько часов они этой херней трахались а ну все все эди мэрфи приехал белый доставим пистолет ай сержант как дела как всегда блок синих думаю в этот раз мне белые ни хера себе у них марки синие красные белые отлично давай спасибо джо а теперь исчезни отсюда понял на всех поехали садись миды дальше в милл сегодня все отлично мы серьезное бабло серьезное бабло не срубили сколько 200 баксов там 300 о да джо у тебя какие-то такие странные понимание серьезности бабла разворачивается она резво иначе никак так малыш марти он тоже на эти работают ага спит и видит парня еще и восемнадцати нет возит меня выполняет мелкие поручения что-то отбудет и не оценивает но он думает он гангстер слишком много в кино торчит ну если пацан решил брать пример с тебя он плохо кончил вот как умник он мне тебя напоминает в том же возрасте именно а я после встречи с тобой два года ловил пули в европе а потом шесть лет сидел вот про это я и говорю в чем дело тебе кто-то с утра в кофе нас сам ты что забыл как клево было ага напоминай мне иногда ладно да ну это цирк конечно а действительно восьмерочка получается в общем все же так удобнее создается впечатление что она скорость даже лучше управляется и как это мороженщик Ты будешь прям, как моя баба. О, свадьба, расслабься, пей. Ну, подожди, ну, подожди. Озел вонючий. К нас тут приехали. Тащу идиота в участок. Понял. Стоять. Я на секундочку задумался, а что будет, если их не убивать? А именно просто... Просто-просто-просто взять и немножко избить. Будет только хуже. Ладно. Ай, почти приехал. А все потому, что эта хрень не тормозит. Молодый. Малыш, Марти, он тоже на эти работал? Ага. Спит и видит. Парня еще и 18 лет. Вообще, очень странно, что... Парень не выполняет мелкие поручения, что-то отходит. Про Витька забыл вот тот... Дед. В консильере. Если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Кто мне тебя напоминает в том же возрасте? Именно. А я после встречи с тобой два года ловил пули в Европе, а потом шесть лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело тебе? Кто-то с утра в кофе рассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага. Напоминай мне иногда, ладно? А, на больше 60 в принципе не может? Не может. 51. Я пять минуты впереди. Горный тормоз тоже нужен. Эй, какого черта? Ты торгаешь? Кажется, надо было там съехать, да? GPS-ты... Видишь, я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? По-моему, нам надо было там съехать, да? Хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Слушай, если следующие несколько часов... Или нет? На эти я все прощу. Вот это наша вида. Так, мы почти что приехали. Угу. Давай проедь, шоколадный. Ладно. Все в порядке. Буквально 200 метров по встречке и все пройдет. О-о-о. Даже говорю. Ты что, красный свет не видел? Все, а GPS перестроился? Все хорошо. Как будто так и надо было. На самом деле, я себя ловлю на мысли, что они так часто дают новые тачки, что к ним не успеваешь приноровиться. В том же самом NFS-е, ты четко знал, что у тебя есть 2-3 гонки, и ты успеваешь привыкнуть к тачке. Тут либо надо больше ездить, просто так кататься, либо иначе никак. Так, но этот грузовик явно не хочет подвинуться. Так, все, давай. Во. И на самом деле, только с тормозом здесь можно войти в поворот. А, даже так? Ты у нас всех решил угромить? Нет. Ты нибудь не у ней. Это еще была типа арендованная тачка, да? Да, да, да. А он у нас сейчас будет расстреливаться, он так детско подрулил. Не. Давай блок синих. А что если? Эй, подай-ка мне блок синих. Ты что, заснул? Блок синих, говорю. Ладно. А я думал, как-то... Так-то лучше. Мордобой будет. Есть. Привет, мне блок красный. Вита, блок красных? Да на. Отлично, давай. Зачем здесь Вита, это вообще непонятно. Или он водить не умеет? Чай? Совсем. О. О. О, да тут парни на козырных тачках прикатили. На потомаках. Что продаешь, парень? Ты покупатель и глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты. Блок два бакса. Целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь десять блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Вариант говно. Давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет. Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курьо на моей улице. В принципе, да. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Чок, чок. Вот. Хе-хе. Ну, что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Джо, конечно, просто ахтунг. А того не хватает, да? Вот нажми вид, а он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Будет. Я убрал ограничитель. Ну, фак. Ладно, нормальный полицейский разворот. Незачем, но был. Ладно. Он решил укрыться от нас здесь, да? Все, ну что теперь? Нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку и позвони. Так, нет, подожди, 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 подожди. А я вот, мне интересно, да. А вот, вот, типа, мне интересно просто. Давай все-таки не будем. Без полицейских разворотов, без ограничителей. Хотя вот здесь вот... Вот нажми вид, а он уходит. Да-да-да-да-да-да-да. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Будет, будет быстрее. Как он мог уйти от нас на шоссе? Ну, ладно. А почему машин нет? Удивительно. Ну, ладно. Или он по-любому уходит, потому что у него машина-то хот-род вот этот вот козырный, да? Да, блин! Чёрт, и что теперь? Нет, подожди, 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 подожди. Если всё-таки, да? Жопа ментов. Окей, хорошо. Угу. Ладно, давай отловим какого-нибудь у грудка и проучим. Нет. А, ладно. Вот нажми вид, а он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет. Будет, будет, будет. Может, мы на максималочке хотя бы его сделаем? Хотя... На этом катафалке его вряд ли догонишь. Ну, ладно, хотя бы... Хотя бы постараться. Фак. Это нас так тормозит! Но вот вроде на 80... Он от нас отрывается. Вот чёрт, и что теперь? Нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку, позвони. Хм. А я думал, вудки отмечены. Ладно, нам надо съехать отсюда, съехать. Нам надо. Я очень сомневаюсь, что его можно было догнать. На этой тачке. Вот на... Моей ласточке? Как нефиг. Ближайшая будка, вот она. Сейчас давай позвоним. И сколько ты там потерял? Ну, по-моему, заработали в 8 раз меньше, чем... Давай звонок, Эдди. А. Эдди, это Витер. Слушай, у нас тут проблема. Притолкали куревы, а потом внезапно появились эти приолинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали. Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди. Слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я подпускаться грузовик отдал. Я хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив. Человек-дорога. И мы как раз решаем, что делать с этой швалью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать в бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, что в канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах хромофилозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Ой, а я не посмотрел, что с жениками беда. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все две штыки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпятся два косаря? Я не знаю. Про мафиозный предел будем читать. Слушай, я хотел заехать давным-давно, посмотреть, что все-таки... Посмотрим, что задумал Стив. Здесь замода изменила же как-то что-то. Пошли. Надо же глянуть. О, Эдди рвал и металл в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на два куска вытрясал. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека. Дерек в команде Винча. Я тебе что, доктор? Но ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что Паша Шнайдет. Мы все перебиваемся всем, что мимо пробегает. Вау! Так. Ну-ка, породайте меня. Че у нас есть? Качество стоит каждого подкачанного центра. Угу, угу, угу. Кожаная куртка с рубашкой. Повседневный костюм с плащом, с плащом, со шляпой. Шляпой. Со шляпой проблема. Со шляпой. Ладно, давай с плащом. Потемнее костюмчик. Купить. Все просто упадут от зависти. Господи, я уже подумал, вот это оно. О! Во! Вот. Вот. Совершенно другое дело. И шляпа вменяемая. Во, отлично. Вот теперь мафиози. Насилуют. Насилуют. Хорошо, на этой хреновине поедем. Или... Или да, или нет. Почему нет? А где мой дом? Как понять, где мой дом? Вот. Если я вдруг забыл, почему... Понимаю. Ладно. Это убивать, так это. Ладно. Вот кто тут, мафиозники. Ты водишь прям, как моя бабушка. Ладно, не так все плохо. Крута твоя бабушка, надо признать. Крута. Слушай. Я все понимаю, но давай немножко мафиозного беспредела, да? Устроим. Погодь, 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 погодь. Я говорю, я все понимаю, но... Вылазь нахер. Берегись. Давай, Джон. Ты водишь прям, как моя бабушка. Да ладно, не так все плохо. Я бы как тебе. Понеслась. Ну вот. Другое дело. Оказывается, нам сюда. Эта штучка, конечно, практически не управляется. Но ладно. Эй, Стив. Привет. Марти? Ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, а это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную. Закончим. И, а, почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата. Ограбили и вывели три зуба. Да уж, ублюдки поганые. От них по всему городу одни неприятности. Сыть, пацан. Сейчас я говорю. Так, ну, как сказано, в мире. Око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Я на бульдозере. Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Это было тихо, да? Ладно, хотя бы домиган. Может, все? Зачем было расстреливать? Ой, господи. Ладно. Давай второй. Ну вот. Один про запас. Ну давай, что ты тупишь? Понятно. Чего ты ждешь? Хватай бутылку и швыряй. Что тут сложного? Ага-га-га-га. Вот где ты, мурок? Хе-хе-хе-хе. Ага-ха-ха-ха. Ладно, теперь пошли в лечебную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. Ну-ка, был ка, я сильно бешеная. А где мы... Вот. Даже ящички есть специальные. Джо, давай. Так. Понеслась. Туга, но не настолько туга, как у той тачки была. А че это за хрень такая знакомая? Вопс. Слушай. Я как будто бы здесь уже был. Оу. И че это такое? Эй, как вы сюда попали? Ну, понятно. Ну, по дороге, блин, из желтого кирпича. Они так будут смотреть, как вы избиваете вбитыми? Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Опять ты. Че, берегись. Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Я попробую его обойти. Ага. А можно мне взять нормальную пушку? Прикрой меня, видно. У меня есть то, что для тебя, козел. Черт, приятен. Я же, черт, ворди. А, молодец. Ладно, Вида, поехали. В смысле, поехали. Давай, друг, быстрее, на все. А еще поехали. Пикрой меня, кричит. Нельзя. Сзади. Ты друг. Видимо, поехали. Это имеется в виду пешком. Тебе, порядок, научили. Эту, куда, меня надо. Я крут. Не знаю, кто из них крут, но, по-моему, попадаю только я. Но на такой дистанции лучше пистолетик. Желтый быстрый. Ты порядок, держи. Эй, мне тоже отдать. Скажи что-нибудь. Сейчас скажу. Ладно, Вида, пошел, пошел. Скажу, что мне надо спрятаться. А то пацаны неплохо стрелять начали. А где у них бензобак там, а? С другой стороны, да, не попадешь так просто. Ладно. Я захожу. Я попал. Давай, я прикрою. Сука, ну давай. Вида, я на таком чеку. Ааа, вот она наша. Давай. Ты у меня получишь козел. Нет? Ладно. Есть. Ничего, парни, все. Это казалось, что надо оставить больше пули на томигане. Это что было вообще такое. И? Она, типа, не зря под парами, да? Ложите. Бриолинщиков. Ладно, наверное, сюда. Куда ж ты прешь, а? Это было сурово. А че, хорошая перестрелка получилась? Ничего. Слегка сцепил. Ес. Прикрою, иди. Молодцом. Я так весь день могу. Слушай, не с одними пистолетиками, да? Ой, Стив Крут. Я лучше все. Так, я перехожу на нормальную пушку. А подожди, еще ты стрелял. Подожди, еще он просто не уйдет. Аааа. Ааа. Аааа. И дрить. Мне нравится та пушка. Она не такая хорошая, как Томми. Говорил же ему не подставляться. Сука. Ты серьезно? Не, ну, дам, ты, конечно, был дробовик, и это все поня... А, у меня осталась та пушка. Подожди. Нет, я хера, у меня не осталась та пушка. Я захожу. У него то поплыли, то поехали. Так, ладно, мы их уже повергли. Ааа. Ужас. Жестко, да? Не-не-не, возьми. Хотя можно и этой пушкой пострелять. Ей-то, конечно, получше будет. Я крут. Ага. Прикрой меня, кричи. Эй, там как? Че они за такие меткие стрелки стали здесь, а? Не, серьезно. Ну, хорошо, окей. На то она и высокая сложность, но... Сдохни. Ладно, Вита, поплыли. Верни, Вита. Меня бы кто прикрыл. Пусть вот, скорее. Кричь. Пусть вот, порадуйся. Чтоб попал. Прикрой, птичь. Пусть попал, пиздуль. Прощайся, жизнь. Нам нужно не взять. Так. Ага, молодец, Вика. Прикрой меня. Нет, раз тут никого. Так вот. Возьми эту пушку. Боже, я правда кого-то убью. Я вас не боюсь. Угу. Оу. Неужели? Ну ладно, этой пушкой для начала, да? Твою мать, а. Я знаю, что ты здесь появишься. Я прикольный. Пошел, пошел. Рано или поздно. Или нет. Так. Джон. Икрой меня. Беляешь, как моя сестра. Бул. Это было красиво здесь стоять. Быстрее, вали его. С дробовиком. Нет, и штука на моем лучшее. Пошел, пошел. Ну давай, все-таки попробуем, да? Вита, погнали. Дробовичок. Куда вы там заходите? Я вообще ни хрена не знаю. Ладно. Гоним их дальше, да? Или надо было на лестницу? Тут не очень очевидно. А что, все, я один? Понял? Не, не один. Ну ты истрелай меня! Эй, мне ты поводку рядом. Давай придумай что-то там, ну, быстрей. Давай. Я хоть что-нибудь оставишь придурок. Ладно. Там кто-то явно стоит, ну ладно. У нас саном матрасе прям. Пошел, пошел, я прикрою! Свою мать! А кто стреляет-то? Слушай, все, это как-то совсем уже... Да это полно дерьмо. Это не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют? А теперь эти уроды уже никому не помешают. Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь к осторке и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас с Джо еще дел по горло. До встречи. Засрали нормальный костюм. Ты где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Фи-то, черт, да ты гений эти тачки. Дешевые, верно? Да, Дерек нам как минимум штуку за каждую отвали. Да? Заметан. Увидимся в баре. А-а-а. О, даже интересно. Насколько он управляется хорошо. Топит неплохо. Управляется отвратительно. Так-так-так-так-так-так. С ограничителем, я понял. Интересно, а... Имеет смысл... Сохранять тачки в нормальном состоянии или нет? Вот просто интересно. Хер знает. О, давай попробуем доехать. Если получится, то... Доедем с первого раза. Самый верный способ сбросить скорость. Вот. Не, ну мне нравится, как она едет на самом деле. Но все-таки ласточка лучше наша. Факт. Не знаю, какая у этой максималка, но... Пока что она целенькая. Уже хорошо. Кстати, загоншопились только что. Тоже не лишним будет. Дробовик. Два автомата. Найс. Кстати, надо быть на автобусе. Как-нибудь херануть, да? Это закончится плохо. Я просто думаю, что Дерек тут опять психанет, если приедем на развалюхи, он типа скажет. Не, никак не тысяча и даже не пятьсот. И там баксов стоит я дам за это говно. Такое впечатление. А куда все коклы? А, есть. Ну да, ну да, ну да, ну да. Да, а ведь почти. Почти в него в лупая шел. На удивление, она очень целая пока что. И это ее берегу. Само сам. Ой. У нее хорошие тормоза. Это ее... Спасало. Ладно, я думаю, не сильно поцарапали. Так, чисто капотик чуть-чуть. Тут того капота нефиг видеть, поэтому даже незаметно будет. Скажем, что в перестрелке пострадала. А? Голова. Ну красный же. А вот ему нормально, а так поцарапали тачку. Во, вот теперь тут можно срезать нормально по-человечески. Так, Дерек. А, сразу прям отгружать ее. А что, четко. Ну все, отошел. Смотри, не соврал. Отдайте Эдди. И вот две штуки. Ну тут-то понятно. А вот сейчас интересно мне поговорить с этим мужиком. Даст что-то из задания или нет? А-а-а. Нет. Можно зайти. Только посмотрите, кто ищешь работу. Прости, сегодня ничего нет. Понятно. Они даже ничего не меняли в этом плане. Вот это обидно. Это обидно, конечно. Не то, что он сказал. Типа, вот. С отсидкой тебя и все дела. Так, мне нужна машина. Мне нужна машина. Вот. Завись, пожалуйста. А то как-то не по феншую будет. Что ж, мы сегодня сделали больше даже, чем я думал. Я к тому, что... Я думал, мы залипнем в тюряги намного дольше. А там получается, ну, минут 40, да, 30 даже полностью прогнать ее. Ну, если все бои с первого раза, ну, там сложно бои с первого раза не выиграть. Это, блин, не на машине-то кататься. Это легко. Две-три кнопки и все дела. Вот. Так что все получилось очень классно. И этот костюмчик мне нравится намного больше, но мы его заляпали. Я думаю, домашняя химчистка ему поможет. То есть, одеть другое, потом этот снова, он будет чистенький. Но мне так кажется почему-то. Не знаю. Если не так, напиши в комментариях. Если понравилось, поддержи видео лайком. Предложения есть. Комментарии открыты. А если хочешь поддержать канал еще больше, оформь спонсорскую подписку. И за это тебе буду очень благодарен. И это будет видно не только по моим глазам благодарным, но еще и по бонусным видосам, которые каждую субботу и каждое воскресенье выходят на канале для спонсоров. Большое спасибо за компанию. И ба-бай. Ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok